всем привет вы на канале варим варим недоварим шучу вы на канале мистер кулинар если кто не понял сегодня я покажу как приготовить джеки они же джорки они же мясные чипсы готовить я буду их дегидраторе она же сушилка но они чуточку позже сперва сделаем маринад для чипсов мистер кулинар какие мистеры бинар посмотрел инсту и приготовил сам вся грамотка будет в описании соевый соус вода кориандр имбирь чеснок лучше конечно использовать порошок но если у нету то пойдет и и дробленый перец чили обычная соль нитритная соль нитритная соль нужна для свинины либо курицы для говядины она ни к чему конечно же это копченая паприка ну и немного черного перца у меня зеленый чуть не забыл это мед для сладости немножко и все хорошо перемешиваем отставляем маринад сторону и перейдем к мясу джерки будут из свинины это у нас кострец отрезаем лишний жир вот этот над ножи подточить ну а пока я нарезаю мясо вы можете подписаться поставить колокольчики и не пропустить новое видео ну и посмотреть немного старых ну на самом деле если кто-то любит с жирком то можно его и оставить потому что в магазине во всяких пивных продаются именно с жирком вот это мы тоже отрезаем это я стану мясо я немного подморозил но пока эту все настраивал уже немного подтаял нарезаем примерно 5 миллиметров ну а так я думаю не надо объяснять что чем толще вы нарежете тем дольше будет сушиться и соответственно чем тоньше вы нарезаете нарезать чем тоньше вы нарежете тем быстрее посушится поэтому оптимально 5 миллиметров но посерединке кстати еще морозовая и перекладываем в маринад закрываем пленкой или крышкой если у вас есть крышка и ставим в холодильник на 12 часов минимум так мясо наше промариновалось пахнет вкусно сушить я буду через сушилку нитон сушилка нитон российского производства имеет 450 вольт этого вполне достаточно для сушки разных продуктов в стандартной комплектации к сушилке идет 7 регулируемых по высоте съемных секций и 7 сетчатых поддонов благодаря которым можно сушить липкие вязкие и мелкие продукты например такие как чипсы которые мы будем сегодня в общем удобная комплектация температурный дипозон от 35 до 70 градусов а это значит что можно сушить как продукты на минимальных температурах такие как травы зелень например такие на максимально такие как чипсы которые мы сегодня будем делать например ссылки где можно купить эту сушилку я оставлю в описании и так это я пока уберу стелим вот такой коврик чтобы мясо не прилипало и выкладываем стряхивая всю влагу и чеснок нужно выкладывать не плотно и не главное чтобы не было внахлёст сверху еще одну также сеточку и мясо и так далее накрываем крышкой и ставим на температуру 40 градусов на полтора часа маленькая поправка не на полтора часа а на 40 минут ну вот прошли 40 минут теперь мы ставим на 70 градусов на полтора часа теперь прошло полтора часа и меняем местами верхний слой кладем вниз а нижний слой соответственно вверх также 70 градусов на полтора часа итак прошло где-то час сорок мы сейчас попробуем суть в том что при нажатии мясо не должно проминаться то есть пальцы должно быть твердо возможно вам понадобится не час тридцать до два часа в общем суть в этом как только вы чувствуете что она твердая вы и я ставите температуру на 45 градусов и оставляйте надо сушку где-то на 40 минут и так прошло 40 минут что мы делаем дальше чипсы должны получиться вот такие вот пластичные вот это значит готово если они мягкие то мы оставляем надо сушку то все которые готовы мы достаем даже сложить все на одну если влезет конечно но у меня что-то не влезает так что забудьте осушить можем от 40 до 50 градусов это каждые полчаса открываем и смотрим в окно вот такие получаются чипсы на самом деле получаются вкуснее чем в магазине с другой стороны мы не знаем как делается в магазине возможно там вообще то что есть нельзя подойдет под пеная под второстепенная и под все что вы любите всем пока